итак здравствуйте сегодня 16 января 2015 года московское время 12 часов 56 минут поговорим сегодня мы с вами о гайдара форуме который прошел в москве вот мама говорит ну как же так развалили страну россию гайдара чубаси считают негодяем а проходит форума и медведев там представляют но вот это и есть политика сдерживания противовесов путин делает одно дело медведев другое а общество возникает ощущение что путин все рубит и вот все так вот разваливается и в девяносто первом году развалили страну и развалили для того чтобы привести к полному обнищанию народа и захватить территорию территорию с ресурсами но главное это земля территория и так что же пишут о гайдара формы сейчас я затрону тему немножко гайдара форма о по теме потом я зачитаюсь а потом я перейду на материал по на на порошка и расскажу как можно выйти обогнать весь капиталистический мир создать социалистическое устройство государства высокий уровень дохода для абсолютно каждого гражданина вне зависимости от трудовой занятости главная занятость гражданин это заниматься воспитанием дорастающего поколения за это государство готова финансировать идея какая а базируется это все на технологиях вот здесь вот надеюсь мышка моя видна что патент от 96 года с приоритетом от 92 года то есть советский союз был развален именно для того чтобы украсть технологии которые были разработаны советском союзе но обо всем по порядку и вернемся гайдара форму статья называется все очень плохо надо сдаваться это есть та ложь которую вкидывают в массы создавая иллюзию что путин плохой и все плохо и давайте путина сменим и тогда все будет хорошо но это многоэшелонированная система на каждые слои общества своя пугалка своя страшилка своя какая-то обещалка но и так потратив первый день своих посиделок на запугивание страны ужасами экономического кризиса и угрозы дефолта а-ля 98 что кстати чушь полная последователи гайдара устами германа оскаровича грефа на секунду руководителя сбербанка который ни в коем случае не отвечает за всю экономику заявили о необходимости срочных и кардинальных изменений экономики даже управление страны эра углеводородов закончилась объявил глава банка россия отстала и технологически порабощена и нам надо срочно все переделать излюбленный прием шоковой терапии помните по 90 еще ранее в перестройку все плохо катастрофично мы все умрем если не поменяемся если не поменяем все полностью и радикально на самом деле изменение действительно необходимо хоть ситуация отнюдь не катастрофичная но весь вопрос в том какие именно изменения что конкретно предлагается отличие технологии шоковой терапии как раз в том что никаких конкретных рецептов сразу не озвучивается главное сначала навести панику отключить у людей критическое мышление после чего призвать к радикальным изменениям это хорошо описано в трудах карамурзы и вот когда массовое сознание будет уже обезоружены и готовы найти изменения постфактум станет известно что либералы западники в очередной раз приготовили для страны не оздоровительные процедуры а удавку сокращение социалки и промышленности секвестирование бюджета распил госактивов под видом тотальной приватизации повышение тарифов либерализацию цен безответственность спекулянтов и прочее вот и греф ограничился пока общими фразами про триаду наука образование бизнес перевод на цифры всех процессов и прочее но среди которых уже есть либерал фашистские маячки смена всех государственных институтов и модели образования должна быть радикально изменена что значит смена всех госинститутов греф не пояснил но зато пояснил про образование которое оказывается по советской традиции напихивает в детей огромное количество знаний собственно по этому мальчику стана становится понятно становится понятно и все остальные радикальные изменения предлагаемые гайдаро форму все по заветам егор тимуруч и из океанских партнеров которые яростно пытаются избавить россию тяжелого советского наследия в виде заводов природных богатств науки образования к слову будто бы в царское время объем знаний был меньше когда выпускник лицея мог читать по латыни прекрасно знал классическое искусство и зачастую сам пытался что-то сочинять рецепты гайдаро форма понятны и предсказуемы воспользовавшись проблемами из экономического давления запада пользуясь осознанием власти необходимости перемен впихнуть стране самоубийственный рецепт оздоровления по соусам выхода из технологического порабощения гайдаровцы хотят вогнать россию в реальное порабощение грех пугает отставанием четвертой технологической революции при этом прямо признавая что первое последствие этой самой 4 революции это колоссальный разрыв в доходах между людьми которые сумели адаптироваться к этой ситуации и людьми которые которые не сумели адаптироваться к этой ситуации. Другими словами, кто не приспособился к новым требованиям либеральной экономики, сдохнет из голода. Собственно, как крестьяне Англии во времена огораживания в интересах крупных капиталистов или как российские граждане, не вписавшиеся в криминальную революцию 90-х. Технологические революции действительно всегда использовались с Западом не просто как способ доминирования в мире, но как отсеивание не вписавшихся. Номинально полезные изобретения, будь то паровой двигатель или автоматизация, превращались в орудие экономической оккупации стран и эксплуатации слоев населения. Однако, отличие сегодняшнего дня заключается в том, что на этот раз Запад уже не в силах самостоятельно перейти к технологическому укладу, и он отнюдь не является на этом пути монополистом. Незападный мир во главе с Россией, Китаем, Латинской Америкой вполне способен, и чем дальше, тем больше к самостоятельному переходу к новым технологиям. Именно поэтому США и пытаются вернуть их в дестабилизацию и хаос. Собственно, нынешняя атака на нефть и рубль имеют задачу сбить Россию с этого пути и поставить под внешний контроль. Спикеры Гайдара Форма призваны помочь этому, сопроводить это наугообразной аргументацией. Греф, который поставлен Путиным с тем, чтобы улучшить работу в сети Сбербанка, что он частично сделал, пытается заняться своим делом и влезть в управление всей экономикой. Впрочем, на Формах он и Ижи с ним могут выступать сколько угодно. Главное, чтобы реальные решения по стратегическим изменениям в экономике принимали с другими людьми, с другой мотивацией. На самом деле, Россия и мир подходят к краху либеральной модели экономики, которая становится откровенно колониальной и тем самым теряет привлекательность для людей. В этой связи надо готовиться к совершенно иной логике поведения в народном и мировом хозяйстве, а возможно и начать уже сейчас придумывать нестандартные, нелиберальные рецепты. Закончилась не эра углеводородов, заканчивается блеф спекулятивной долларовой экономики. И то, что Россия входит в этот период в всеобщей турбулентности одной из первых, дает нам шанс войти в новую реальность тоже первыми. Сегодня по новостям прошло сообщение, что, по-моему, в Буркина-Фасово захватили здание, расстреляли всех людей с белым цветом кожи. О чем говорили захватчики-террористы? Что это месть всему цивилизованному миру. О чем говорят философы-мыслители? Что мы подходим к моменту, когда заботиться нужно о каждом на планете. Невозможно продвигать экономику одной страны, а чтобы соседи рядом были изгоями и плохо жили. Мы так или иначе связаны тесными узами и территориально, и семейно, и дружески, и по всем моментам. Поэтому идея заботится обо всех. Тем более, что подобного рода технологии есть. И как одну из них я сейчас представляю вашему вниманию технологию, которую я много лет публикую на странице ВКонтакте, Фейсбуке. И ни один специалист не отреагировал. То есть как применить не хватает понимания. Итак, нанотехнология. Немножко вводно я зачитаю. Нанотехнология – это действительно портал в новый мир. Директор Национального научного фонда США Рита Колвель. В последние несколько лет нанотехнология стала рассматриваться не только как одна из наиболее многообещающих ветвей высокой технологии, но как системообразующий фактор. Я сейчас за 10 минут закончу. Скажи, скажи, да и мне вообще. В последние несколько лет нанотехнология стала рассматриваться не только как одна из наиболее многообещающих ветвей высокой технологии, но как системообразующий фактор экономики 21 века экономики основаны на знаниях а не на использовании природных ресурсов и их переработки внимание еще раз дорогие друзья данная технология совокупности с иными позволяет измельчать любые материалы то есть понижающие технологии а есть еще повышающие но точно также и создавать абсолютно любые материалы по заданным характеристикам из окружающего пространства не используя сырье двинемся дальше приставка на она означает одну миллиардную один нанометр это ряд всего из 10 атомов водорода толщина человеческого волоса например составляет 50000 нанометров на на материал это молекулы структуры по меньшей мере один размер которых равен от 1 до 100 нанометров если при уменьшении объема какого-либо вещества по одной двум или трем координатам до размеров нанометрового масштаба возникает новое качество или это качество возникает в композиции из таких объектов то эти образования следует отнести к на на материалам от технологии их получения и дальнейшую работу с ними к нанотехнологии подавляющее большинство новых физических явлениях на 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 масштабах проистекает из волновой природы частиц электронов и так далее поведение которых подчиняется законам квантовой механики таким образом на на структуры не просто меньше всего того что человек делал раньше они являются наименьшими твердыми материалами которые можно сделать сущности представляется очевидным что все природные материалы системы построены из на на объектах именно в интервале на на размеров на молекулярном уровне природа программирует основные характеристики веществ явлений процессов нанотехнологический подход означает такое же но целенаправленное регулирование свойств объектов на молекулярном уровне определяющим фундаментальные параметры специфичность свойств вещества в на на метровом масштабе и связанные с этим новые физические химические явления обусловлены тем что характерные размеры элементов структуры на на объектов лежат в диапазоне 10 минус 9 10 минус 7 метра соответствующим средним размеров атомов и молекул в обычных материалах с этой точки зрения следовало бы рассматривать на 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 структуру в качестве особого фазового состояния вещества свойства веществ и материалов образованных структурными элементами с размерами в на на метровом диапазоне в объемной фазе не определяются однозначно изменение характеристик обусловлено не только уменьшением размеров структурных элементов но и проявлением квантово механических эффектов волновой природы процессов переноса и доминирующей ролью поверхности раздела управляя размерами и формы на 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 структур таким материалам можно придавать совершенно новые функциональные характеристики резко отличающиеся от характеристик обычных материалов рациональный подход к производству на на материалов и устройств знаменовал бы революцию в науке и технике если бы ученым удалось выявить и полностью использовать закономерности и принципы определяющую структуру и свойства таких объектов придавая материалам и системам принципиальные новые качества и свойства на на технологии могла бы обеспечить прогресс практически во всех существующих областях деятельности от автомобилестроения и компьютерной техники до принципиально новых методов лечения а также может привести к появлению новых областей можно с уверенностью сказать что в этом столетии на на технологии станет стратегическим направлением развития науки и техники что потребует фундаментальной перестройки существующих производств промышленных изделий лекарственных препаратов систем вооружений и так далее а также вызовет глубокие преобразования в организации систем энергоснабжения охраны окружающей среды транспорта связи вычислительной техники и образования влияние на технологию на жизнь здоровье и безопасность человека в наступившем столетии можно сравнить с общим влиянием антибиотиков печатных схем и полимеров на жизнь общества в двадцатом веке советник президента сша по вопросам науки и техники бывший директор национально-научного фонда выступая в конгрессе сша заявил если бы меня спросили какая область науки и техники может обеспечить нам прорыв в будущее я бы сказал я бы назвал на на технологию еще раз подчеркиваю дорогие друзья что россия советский союз лидировали и продолжают лидировать фундаментальных открытиях на планете продолжаю нобелевский лауреат хорс штормер выразил мнение разделяемое многими его коллегами на на технологии дает нам средства играть самыми маленькими кубиками природы атомами и молекулами из которых построен весь мир сочетание уже известных нам методов от большого к малому самосборка на атомном уровне создают огромное поле возможности для игры в комбинаторику с химическими и биологическими свойствами при использовании специально полученных искусственных структур возможности для создания новых объектов представляются безграничными это была такая преамбула но и непосредственно о технологии которая была разработана и значит приоритет был девяносто втором году но понятно что разрабатывалось в советском союзе и развал советского союза сделали для того чтобы украсить технологии у права преемников то есть у граждан страны у акционеров государства почему все граждане имеют право получать потому что абсолютно все граждане по праву рождения на территории данной страны являются акционерами данного государства итак краткая информация о новых разработках компания pulsar eco представляет новейшую разработку в области получения высокогомогенных наноматериалов гомогенизатор отличается способностью решать специальные технические задачи создания новых умных материалов для использования заданных областях науки и техники в разработанном комплексе установок и устройства обеспечивается реализация двух типов нанопроизводств так называемый нисходящий и восходящих типов нисходящий тип нанопроизводства это высокогомогенное активное на на измельчение она представляет собой одну из наиболее важных операций процесса получения материалов заданных свойствами в химической медицинской фармацевтической пищевой металлургической горнорудной и других отраслях науки и промышленности внимание разработанный комплекс установок и устройств обеспечивает получение высокогомогенных активных наноматериалов в заданном диапазоне от 1 до 100 нанометров с необходимой точностью максимально заданного размера частиц с помощью разработанных технологических процессов могут быть решены следующие задачи в области медицины создание активных кластерно-лекарственных аппликаторных препаратов флангированного действия создание высокогомогенизированных лекарственных наноматериалов на кластерной основе для наружного применения создание биокерамических материалов с использованием нанотехнологий для замены повреждений участков костных тканей с отсутствием эффекта растворения создание новых материалов для улучшения качества эндопротезирования, создание кластерных активных основ для выращивания искусственных тканей, создание новых нано-пломбирующих материалов со свойствами превосходящими природные, создание стерилизационных комплексов для переработки отходов в больниц, инфицированных животных и т.д. В области машиностроения, создание композитных нано-материалов с заданными свойствами для нужд авто- и судостроения, для нужд аэрокосмической промышленности и т.д. В области горно-рудной и обогатительной промышленности создание комплексов для использования нано-технологий в области металлургии, отделение экономически важного материала от ненужных компонентов смеси, в области энергетики создание высококомпозитных нано-топлив, заданных свойствами в том числе на основе высокозольных углей, в области получения новых материалов, в том числе строительных, создание низкотемпературных нано-керамик, создание низкоэнергетических и экологически чистых нано-технологий производства вяжущих материалов, создание тепломатериалов для нужд специального и гражданского строительства с использованием нано-технологий, создание новых технологических процессов производства строительных материалов с использованием нано-технологий с целью уменьшения стоимости материалов и повышения экологичности производства, создание новых лакокрасочных В области химии и физики. От 1992 года приоритет. Увеличение поверхности на единицу массы материала для интенсификации химического и физического процесса. Получение высокогомогенного нано-порошка с размером частиц менее 80 нанометров для элемента Пельтье. Новые технологии. Термоэлектрические материалы нового поколения. В области переработки промышленных отходов. Создание технологических процессов с использованием нано-технологий для переработки промышленных отходов, угольных шлаков, стеклобоя, горелых земель, метрологических заводов, резины, бутылок PET и другое. В области пищевой и сельской индустрии. Применение нано-технологий для переработки сельхозхозяйственных продуктов с целью повышения качества и количества получаемой продукции и приготовления продуктов питания быстрого приготовления. В области переработки ТБО. Создание технологических процессов для переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Конструкция гомогенизатора. Запатентована. Устройство для приготовления высококонцентрированной вяжущей суспензии. Патент 205.38.83 от 10 февраля 1996 года с приоритетом от 10 ноября 1992 года. В лабораторных условиях на пилотных образцах была доказана работоспособность изобретения, получение высокогомогенных материалов с заданными характеристиками, размером частиц. Точность установки размера частиц на калибраторе пилотного образца составляет от 0,001 до 0,1 микрометра. Имеются образцы исходных материалов и конечной продукции, которые можно получить с помощью гомогенизатора. Уже это вызывает интерес к гомогенизатору у представителей разных сфер производства, в том числе и за границей. На машиностроительных заводах, занимающихся переработкой промышленных отходов, изготовлением качественных порошков, на заводах, производящих различные строительные материалы, на карьерах, добывающих камень, на предприятиях, производящих пищевые продукты и другое. Основными достоинствами запроектированного опытно-промышленного гомогенизатора является непрерывный процесс измельчения прямоточной конструктивной схемы с гарантированным отсутствием частиц, превосходящих любой наперед заданный размер в пределах от 1 нанометра до 20 мм без операции просеивания. Характер, внимание, характер разрушающих воздействий на исходный материал. Здесь нет ударных нагрузок. Безконтактное измельчение. А в измельчаемом материале преобладает такое напряженно-деформированное состояние, при котором обеспечивается максимальный уровень разрушающих напряжений и наибольшая активация конечного продукта за счет шарообразной формы и ежикоподобной поверхности. Удельная поверхность получаемых материалов от 18 тысяч до 100 тысяч квадратных сантиметров на грамм. Получение высокогомогенных смесей наноматериалов, получение высокогомогенных смесей эффект плотной упаковки, меньшие, чем у всех аналогов, удельные энергозатраты на измельчение, например, по кварцевому песку Люберецкого района Подмосковья 0,1 ватта до 10 ватт на килограмм. Высокая активность – это ничто. Для измельчения до подобного уровня это даром называется. То есть почему высокое качество жизни гражданам? Потому что всех можно обеспечить жильем, питанием, транспортом. И все это с низкими энергозатратами на производство. Итак, далее. Высокая активность конечного продукта за счет преимущественно близкой к шарообразной форме с ежикоподобной поверхностью его частиц. Возможность активного измельчения веществ в любой заданной среде, в любой газообразной, в любой жидкостной среде, с неорганической, с любым PH-индексом от 2 до 14 в органической, при регулируемой температуре. Функция калибровки конечного продукта задается минимальными, максимальными размерами частиц с точностью от 1 до 100 нанометров. Большой ресурс активной зоны измельчения. Автоматическое компьютерное управление рабочими процессами. Задаваемый температурный интервал в рабочей зоне от минус 40 до плюс 400. Задается и поддерживается автоматически. Суммарная установочная мощность приводов составляет 10 кВт. Потребляемая мощность при обработке кварца с выходными частицами 30 мм и частицами на выходе 100 мкм составляет 40% от установочной мощности. Высота установки 2,5 метра, занимаемая площадь 1 м на метр. Установка не требует фундамента, работа установки экологически чистой, не требует систем аспирации, уровень шума низкий. Расчетная производительность, внимание, очередной раз, внимание. Ни у кого в мире подобных установок нет. Расчетная производительность гомогенизатора до 3000 кг в час, в зависимости от исходного и конечного продукта. При сроке окупаемости от 3 до 12 месяцев. Проектируемая линейка производительности гомогенизаторов от 200 кг, 1 тонны, 2 тонны в час, 3 тонны в час, 5 тонн в час. Только применение гомогенизатора позволяет использовать в технологических процессах эффективные СВЧ-установки для объемного прогрева и инициирования различных химико-физических реакций, для которых обязательным условием является высокогомогенный характер обрабатываемого продукта. Максимально равномерное распределение исходных компонентов в их смеси. За счет этого обеспечивается требуемое поглощение СВЧ-энергии и исключаются местные прожоги, которые без гомогенизатора устранить не удается. Основным отличием технологии производства механо-активированных материалов для пенобетонных изделий, песок и цемент, является реализация их механо-физико-химической активации, в результате чего существенно возрастает реакционная способность и, в конечном счете, прочность изготовленных образцов. Так, при применении только что механо-активированных песка и цемента отмечено возможностью повышения прочности бетонных изделий в 2 и более раза. Высокое гомогенное активное наноизмельчение представляет собой одну из наиболее важных операций процессов смеси подготовки химической, медицинской, фармацевтической, пищевой, металлургической, горнорудной и других отраслях промышленности. Исследования существующего оборудования для измельчения различных материалов показали следующее – внимание Владимиру Владимировичу, а также всем гражданам страны, акционерам государства, которым мы являемся. Реализовать новый виток индустриализации и развития страны, элементарно, достаточно действующее производство оснастить вот такими вот установками, и мы уже по всем абсолютно, по всем областям жизнедеятельности будем впереди планеты всей и выпускать продукцию, уникальную продукцию, обладающую явными конкурентными преимуществами. Итак, исследования показали. Не удалось найти ни одного аналога принципиально схожего с гомогенизатором по конструкции и функциональным возможностям. Иностранные приближенные аналоги гомогенизатора очень дороги, но по своим функциональным возможностям ему уступают. По мере изготовления и отработки гомогенизаторов планируется дальнейшее совершенствование конструкции, организация производственного процесса, ла-ла-ла, так-так-так. Ну вот, мы с вами ознакомились с материалом, который много лет я выкладываю в сети интернет. И реакции от общества на это нет. Какова судьба этой установки? Вот меня спросят граждане. И срок окупаемости от трех месяцев, и не имеется аналогов. Что произошло с этой установкой? Сейчас я переключу экран и скажу, что произошло с этой установкой. По результатам знакомства с этими людьми я познакомился с Максимом Калашниковым. Максим Калашников написал статью «Менеджеры новой волны». Максим Калашников потом работал по заказу неких олигархов. Там просеяли огромное количество ученых-испытателей, искали БТГ. Об этой установке Максим Калашников не говорит. Разработчики сдали все результаты в военно-промышленную комиссию. И долгое время находились в поисках бизнесменов, которые готовы будут вложиться и разместить у себя на строительном комплексе или еще где-то данную установку. Я встречался лично с губернаторами, с сенаторами с предложением установить эту установку и выпускать многократно более дешевые строительные материалы, кирпичи, пеноблоки и так далее. Ничего это реализовано не было. Дабы не отдавать установку в некомпетентные и вражеские руки, установка эксплуатируется, вывезена из страны и эксплуатируется частным характером на пищевом производстве. И распространение данной технологии пока остановлено. Разработчики готовы встречаться только с президентом страны и передать эту технологию только для государевых нужд на благо всей страны. Передача данной технологии зарубежным заказчикам и изготовителям означает подрыв обороноспособности и национальной безопасности страны. Разработчики это прекрасно знают, Поэтому ни на какие контакты с зарубежными производителями нету никакой даже и речи. Но внедрения на территории России не нашлось. Поэтому, когда нам гайдаровцы на гайдаровском форуме говорят о том, что мы проиграли, мы не проиграли. Вы видели, что произошло на Украине, как произошел военный переворот? Чуть иными методами в 90-е годы, в 89-м году произошел тайный переворот и рейдерский захват в России для того, чтобы украсть приоритеты Советского Союза на новую научную парадигму и теорию единого поля. Гомогенизатор, презентацию которого я вам сделал, был создан при консультации ведущего физико-теоретика 20-го века Фангиля Гореева-Фангиля Ахмадгареевича, который занимался процессами холодного ядерного синтеза и трансмутации элементов. Гомогенизатор размельчает материю в трех состояниях, жидко-твердой и газообразной, бесконтактным образом. То есть, зная волновую структуру материи и создавая ритмодинамические частотные процессы, удается срывать верхние, ну, образно говоря, удается стесывать электронную шубу с вещества, и вещество распаковывается, зная, из чего состоит вещество, зная, на что оно распаковывается, из каких волновых процессов и с чем эти волновые процессы могут объединяться с другими, это основа трансмутации элементов, то есть создания новых элементов по заданным характеристикам. Это и создание новых материалов для технологических процессов, это и создание материалов для создания пищевых продуктов. Таким образом, в течение короткого времени, буквально несколько лет, достаточно такой державе, как Россия, чтобы оснастить всех граждан жильем, внедрить качественное здравоохранение, создать новые летательные транспортные средства, создание обучающих программ, у нас все для этого есть. Самое главное, у нас есть пока еще живой, недооцененный кадровый потенциал, заключающийся в людях, плюс человеческий капитал, о котором умалчивается. Поэтому, дорогие друзья, не молчите, распространяйте информацию, не поддавайтесь на пугалки, игнорируйте панические разговоры. Я абсолютно убежден, что организованная, слаженная работа команды и коллектива позволит нам добиться больших высот. И обеспечить высокое качество жизни не только для граждан России. Россия может, как показатель, как пилотный проект, реализовать программу жизни в третьем тысячелетии. И соседи, посмотрев, как благополучно, счастливо, сыто живут граждане России, захотят войти в протекторат Российской Федерации и принять гражданство России. Что для России неплохо. Отсутствие вооружения на территории страны, отсутствие вооруженных конфликтов, развитие социальных программ, гуманитарных программ, образовательных программ, здоровье, сохранение программ. Welcome. На этом пока стоп снято. Если что-то было не понято, перематывайте, прослушивайте. Вам была представлена установка. Внедрение одной всего лишь данной установки позволяет наполнить бюджет Российской Федерации, чтобы каждому гражданину выплачивать минимум 70 тысяч рублей пассивного дохода только за то, что ты являешься гражданином страны. На этой позитивной ноте я завершаю. А таких технологий у нас множество. Российская Федерация, впереди планеты всей, в том числе и по теории единого поля. Но об этом мы с вами поговорим в следующем сюжете. Большое спасибо, Ярослав Старухин. Сегодня у нас 16 января 2016 года. Стоп, снято. Пишите письма Владимиру Владимировичу. Встреча с Владимиром Владимировичем в прямом интернет-эфире. Трансляция. От Жабраил Базиев. А, нет, сейчас я останавливаюсь еще. Точнее, не останавливаюсь, Базиев звонит. Жабраил Харунович, мы как раз в прямом интернет-эфире. Нас слушают зрители. Здравствуйте. С Новым Годом, с Рождеством, со всеми вас праздниками. Какие у вас новости? Да, идет запись, я запишу ваше обращение. Говорите. Да, хорошо. В разделе физики находится, значит, уравнение для постоянной планка и единая теория физики. 524 страницы, большое количество статей, не публиковавшихся ранее. Сейчас, еще раз, где находится, в каком магазине? Магазин «Библия и глобус» на Мясницкой 6. Ага, хорошо. Вышли ваши три книги. Сколько книг вышло? Да, две книги. Две книги. Две новые книги вышли. Третья находится, значит, на стадии подготовки к изданию. Джабраил Харонович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, ваши работы, они лидируют, у кого-то в мире они повторены или у нас приоритет находится? Полный приоритет наш, полный. Но за рубежом их еще никто не знает. Как только дело дойдет до них, у них будет шоковое состояние. Я вас понял. Но на сегодняшний момент Российская Федерация и человеческий капитал лидируют именно в России, да? Да, да. Но при этом получается так, что Российская Академия Наук не участвует, а противодействует вхождению в жизнь новых достижений отечественной науки. Ну, это понятно. По объективным причинам это все понятно. Скурвившиеся приспособленцы и так далее. Ну, хорошо. Да, поэтому эти книги пока что будут выходить на русском языке дома, а попозже, значит, естественно, они выйдут за пределы страны. Вот тогда, когда начнут узнавать их за рубежом читать, тогда все начнется интенсивное движение этой науки вперед. Хорошо. А ты, Вченко, какие-нибудь новости есть? Нет, я давно с ними связывался. Он тоже, видимо, уже заказал этой книги и изучает. Хорошо. Все, спасибо большое, Джабраил Харунович. Добро. Давай, пока. Ага, счастливо. Ну, видите, как в тему позвонил Базиев Джабраил Харунович информирует жителей планеты Земля, что в Библиоглобусе на Мясницкой поступили в продажу две книги Джабраила Харуновича. По поиску можете набрать Базиев Джабраил Харунович и, значит, там высвеститься. На вопрос Россия лидирует, приоритетствует. Мнение Базиева подтверждает мое мнение, о чем я докладываю вам, дорогие друзья, что не стоит вешать нос. Нужно грамотно распорядиться тем имуществом, которое ученые хотят передать гражданам. Ученые хотят передать интеллектуальную собственность государству, чтобы государство обобществило интеллектуальную собственность и получаемый доход равномерно среди всех граждан. Нам не нужно бороться с нефтяными олигархами. Нам не нужно бороться с миллиардерами, которые сегодня имеют какие-то капиталы. Не нужно с ними бороться. Это уйдет в прошлое, как ушли каменные топоры или ушли извозчики. Пришла автомобильная техника и извозчики планомерно были с рынка выведены как артефакт. Поэтому подсоединяйтесь к глобальной волне, следите за трендом и пишите Владимиру Владимировичу. При нашей жизни мы можем пересесть на новые средства перемещения в пространстве и обеспечить каждого вне зависимости от точки проживания гарантированно высоким качеством жизни. Ярослав Старухин. Стопснято. Продолжение следует...